Активисты Оян Казахстан организовали шествие по площади республики, направляясь от улицы Жильтоксан к проспекту Назарбаева. На площади у монумента в это время выступали члены инициативной группы по созданию демократической партии и участники декабрьских событий. Выступление активистов перебивала группа общественников. Руководитель объединения Жильтоксан-86 группа «Храм Жунис» призывала отметить дату 16 декабря без лишнего шума. В этот момент полиция окружила активистов Оян Казахстан на подступах к проспекту Назарбаева. Услышав об этом, группа по созданию демпартии во главе с Жамбулатом Мамаем направилась туда, но путем преградил СОБР. Полиция взяла в окружение и группу Мамая. Активисты оказались заблокированными в двух кольцах, но продолжали скандировать лозунги. Участники Оян Казахстан собирались завершить шествие на площади Астана, но их остановили. Представители Акимата поставили условия, будут выводить их из окружения по одному. Затем активисты должны разойтись. Демонстранты не согласились. Сторонники Мамая заявили, что не разойдутся, пока не отпустят представителей Оян Казахстан. Сотрудники Акимата сказали, что действия демонстрантов противоречат закону. Чиновники также сообщили, что не знают провокаторов, которые пытались отобрать плакаты у протестующих, и задели микрофон журналистов. Через три часа полиция разомкнула кольцо. Активисты вышли из окружения. 16 декабря в Казахстане – День независимости. Оппозиционные группы в этот день напоминают, что правда о декабрьских событиях в Алматы в 1986 году и кровопролитии в Женаузене в 2011 году остается нераскрытой. Чиновники, как правило, возлагают цветы к монументу независимости.